Ежегодно весной во всем мире отмечают Международный день музеев. Их сотрудников называют хранителями истории, а сами учреждения – местами, где оживает прошлое. В Лангипасе уже более четверти века работает музейно-выставочный центр. Начинало все с маленькой экспозиции, которая содержала всего 220 экспонатов. Сегодня в фонде хранения более 15 тысяч единиц. У нас прекрасная картинная галерея, у нас шесть выставочных залов, которые в полном объеме раскрывают историю югорской земли от мамонтов и до добычи черного золота. Наш музей динамично развивается. И, наверное, мне не стыдно будет сказать, что мы самый лучший, самый красивый, самый современный, технически оснащенный музей нашего округа. Коллекция ежегодно пополняется новыми экспонатами. И в этом большая заслуга самих жителей города. Они приносят вещи и предметы, которые представляют музейную ценность. Это стационарные телефоны, печатные машинки, фотоаппараты 30-40-летней давности. Коллектив музейно-выставочного центра небольшой, но люди, которые здесь работают, настоящие энтузиасты, любящие свое дело. Прекрасные мастера. Мастера по керамике, мастера по изготовлению традиционной русской кухни. Не могу не сказать несколько слов о коллеге. Это Возикова Марина Николаевна. Мы с ней и работаем, как говорится, в дуэте, и в одном кабинете находимся. Творчески сотрудничаем, пишем сценарии. У нас огромное количество программ, как детских, так и выездных программ. Слова благодарности посетителей говорят и хранителям фондов. Как правило, это люди скромные, но очень образованные. Руководит музейно-выставочным центром уже около 20 лет Андрей Дробышев. Человек энциклопедических знаний, профессиональный историк, археолог, даже нефтяник. О нашем крае без преувеличения он знает все. Это уникальный человек, при том, что он очень скромный. Это автор многих проектов нашего музея. Человек, у которого голова полна идей в любое время суток. Андрею Николаевичу также принадлежит идея создания музея под открытым небом Лангипас-Пасоль. А Елена Ермоленко в местном храме старины тоже человек незаменимый. Она экскурсовод. Несколько лет назад участвовала в окружном конкурсе и стала лучшим представителем этой профессии в Югре. Алина Нощенко, Олег Басарыгин. Наши города.